Добрый день, друзья! Меня зовут Константин Хмелевский, компания Тартуга Реал Эстейт, Испания, город Таревьеха. Не так давно под одним из сюжетов на нашем канале появился комментарий. Для получения испанского вида нажительства без права на работу требуется пассивный доход. Ну, комментарий как комментарий. Да, действительно, при оформлении данного типа ВНЖ мы в том числе помогаем людям показать наличие пассивного дохода. Но в названии канала, с которого был сделан комментарий, присутствовало слово психолог. И мне стало интересно, что же это за канал. Я зашел на него, там женщина-психолог является, скажем так, ведущей данного канала. И вот я сразу наткнулся на видео, которое называется «Почему мы с мужем выбрали для переезда Турцию, а не Канаду, Португалию или Испанию». Ну, Канада и Португалия в орбиту моих интересов не входят. Но то, что эта женщина рассказала про оформление вида нажительства в Испанию, вызвало у меня шок. Она на полном серьезе заявила, что помимо денежных средств на банковском счете, также требуется показать наличие пассивного дохода в сумме не менее 2500 евро ежемесячно на каждого заявителя. То есть на нее и на мужа должно быть не менее 5000 евро пассивного дохода в месяц. А так как они с мужем фрилансеры зарабатывают удаленно, то это пассивным доходом не является. В этой связи они поняли, что получить вид нажительства Испании у них не получится и переехали в Турцию. И по данным видео я написал ей вопрос «Подскажите, а откуда у вас информация вот про необходимость иметь 5000 евро пассивного дохода ежемесячно?» И она ответила мне «Я узнала об этом на форумах и телеграм-чатах». То есть данная женщина, почитав форумы и телеграм-чаты и даже не попробовав оформить вид нажительства Испании, с видом эксперта рассказывает о сложностях получения данного типа ВНЖ. И ведь кто-то из вас, кто очень хотел переехать именно в Испанию, посмотрев сюжет такого специалиста в кавычках, решит, что у него не получится оформить вид нажительства в Испании и выберет для эмиграции ту же Турцию или Грузию. И, друзья, мне бы хотелось вам сказать, все, что я увидел в видео данной мадам и сейчас вам пересказал про размер пассивного дохода, это полная чушь. Откройте сайт консульства Испании в Москве или в Питере и прочитайте. Ключевое слово в предыдущем предложении или наличие денег в банке. Или периодический доход. Ну, он же пассивный. Именно не и, а или написано на сайте консульства. Юридически эта фраза, размещенная на официальном сайте консульства Испании в России, означает, что теоретически, не имея, да не имея только пассивный доход в достаточном количестве, и не имея денег на банковском счете, можно получить вид на жительство Испании. Правда, лично я ни одного такого случая не знаю, когда люди оформляли бы ВНЖ, предоставляя только пассивный доход. Но зато я знаю большое количество ситуаций, когда семьи получали в ВНЖ Испании, показывая только наличие денег в банке и вообще не показывая пассивный доход, либо показывая его в пределах 80 тысяч рублей в месяц на всю семью. На сегодняшний день, при оформлении вида на жительство в Испании без права на работу на один год, заявитель должен показать наличие у него суммы не менее 28 тысяч евро на год, плюс 7 тысяч евро на каждого члена семьи. То есть на семью из двух человек потребуется показать наличие 35 тысяч евро, а на семью из трех человек 42 тысяч евро. Да, плюс к этим деньгам наличие пассивного дохода, конечно, не помешает, и мы помогаем показать этот пассивный доход. Но в среднем для обычной российской семьи данный пассивный доход составляет порядка 70-80 тысяч рублей в месяц. Ну, максимум 100 тысяч рублей. При таком пассивном доходе люди успешно получают национальную визу Д. И вот, друзья, давайте поговорим про различные форумы, где люди обсуждают нюансы оформления испанского вида на жительство. На этих форумах, как правило, множество различных веток, ну или тем, если хотите. Так вот, в каждой из этих веток обязательно появляются практически идентичные комментарии, где некие люди пишут, что для получения испанского ВНЖ каждый заявитель должен, помимо денег в банке, обязательно показать пассивный доход не менее двух с половиной или даже трех тысяч евро в месяц. Если такого пассивного дохода нет, то Испания вас не пропустит. Что интересно, подобные комментарии в больших количествах стали появляться именно в последние шесть месяцев. При этом на этих же форумах имеются комментарии, где люди пишут «Странно, а мы подавались вообще без пассивного дохода», ну, либо показали пассивный доход в размере 70 тысяч рублей на всю семью, и нам все благополучно одобрили. Правда, такие люди пишут свой комментарий только один раз и не копируют его во все ветки форума. А вот комментарии про пассивный доход в размере трех тысяч евро в месяц имеются во всех ветках, да еще и их регулярно обновляют. Лично я, друзья, пришел к мнению, что подобную дезинформацию размещают специально обученные люди, работающие на зарплату. И основной целью вброса данной дезинформации является то, чтобы люди передумали переезжать в недружественную страну, коей является на сегодняшний момент Испания. И уж если люди и решили покинуть Россию, то пускай они переезжают в более терпимые по отношению к российской политике страны, такие как Грузия, Армения или та же Турция. И вот, возвращаясь к началу нашего сюжета, про ту женщину-психолога, которая хотела переехать в Испанию, но начитавшись вот этих вбросов на различных форумах, выбрала Турцию. И она, даже не попробовав оформить испанский ВНЖ, возомнила себя экспертом по переезду именно в Испанию. И вот хочется такому человеку, а также многим другим людям, которые даже не попробовали переехать, хочется им сказать, вот ты конкретно переехала в Турцию, но вот про нее и рассказывай, про переезд именно в эту страну, зачем давать советы по переезду в Испанию, когда ты сама этот путь не прошла и по сути своей ничего про него не знаешь. Друзья, вот сейчас где-то внизу экрана появится номер телефона. Если у вас имеются какие-то вопросы по поводу оформления вида на жительство в Испании, вы можете в WhatsApp или Telegram писать на этот номер свои вопросы. Кроме того, я рекомендую вам посмотреть на нашем канале сюжет, который называется «Как получить вид на жительство в Испании без больших денег». В данном сюжете я рассказываю про различные способы легального переезда в Испанию. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под данным сюжетом. Если после просмотра у вас появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь. И, возможно, уже с кем-то из вас в ближайшие дни мы будем разговаривать о его новой жизни на побережье теплого Средиземного моря в солнечной Испании. Я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на наш канал, и до новых встреч, друзья. С вами был Константин Хмелевский, компания Tartuga Real Estate, Испания, город Терревьеха. Поможем вам подобрать недвижимость в Испании или собрать пакет документов для получения вида на жительство.